МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата самолёта в аэропорт Курумыч. 12 ноября воздушное судно, следовавшее по маршруту Самара-Санкт-Петербург, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы проверяют лайнер. На борту находилось 187 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет. Областные правоохранители разбираются в причинах ДТП, которое произошло в воскресенье вечером. Водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по улице Карла Маркса в Тольятти, сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна женщина-пешеход скончалась, другие госпитализированы. В Самарской области утро понедельника началось с дождя. В ГИБДД региона напомнили правила безопасности в такую погоду. Автомобилистам рекомендуется выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием дорожного полотна значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных манёвров и обгонов. Самарская область вошла в десятку популярных направлений для винного туризма. Опрос провёл сервис бронирования жилья. На первом месте по популярности Крым, на втором Краснодарский край, на третьем Дагестан. Самарская область оказалась на десятом месте. В регионе виноделие развивается, а в отличие от южных направлений, виноград здесь не перезревает и кислотность у него не падает. А тёплые волжские ветра помогают расти нежным гроздям. Самарская область считается самым северным регионом для виноделия в России. С начала года в России открыли более 900 вакансий дегустаторов и сомелье. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос на этих специалистов вырос на 28%. В 60% случаев от соискателей требуется опыт работы от одного года до трёх лет. В 11% свыше трёх лет. Лишь 29% таких вакансий подходят для новичков в профессии. Девятиклассникам разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором при выполнении заданий основного государственного экзамена по математике в 2024 году. В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы возможность использовать калькулятор отсутствовала. Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают самостоятельные туристы с детьми в ноябре. Самый популярный город – Москва. Туда отправится каждый пятый путешественник. Сочи выбрали 16% туристов, а Санкт-Петербург – 12,5%. Чаще всего путешественники с детьми выбирают трёхзвёздочные отели. Почти одинаково популярны гостиницы без звёзд, то есть апартаменты, гостевые дома и гостиницы с тремя звёздами. Самые востребованные зарубежные направления. Стамбул, Минск, Бангкок, Паттайя, Баку, Сингапур, Абу-Даби, Варадера и Тбилиси. Дом, в котором живёт большая дружная семья. С ней познакомилась ведущая телеканала «Самара ГИС» Ольга Король. Сегодня в программе «Право на маму» расскажем о семье, в которой любят, заботятся и радуют друг друга. И о мечте девочки Лизы, самой младшей из трёх сестёр. Смотрите сегодня в 18 часов 45 минут на телеканале «Самара ГИС». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова